О чем можно подумать, глядя на эти картины? Что это такое? Разве это вообще искусство? Современным художникам очень часто приходится слушать, что их картины может повторить даже трехлетка. И вот Казимир Малевич в этом смысле на первом месте всегда. Больше ста лет назад он устроил такой скандал в искусстве, что этого заряда хватает до сих пор. Одни им восхищаются, а другие уверены, что не надо называть себя художником, если ты рисуешь квадраты и круги. Может быть Малевич вообще не умел рисовать? И, чтобы не позориться, просто упростил свои картины до геометрии. Вот сегодня как раз подходящий день, чтобы нам во всем этом разобраться. С вами Анастасия Постригай, со мной влюбляются в искусство. Малевич к своей биографии относился очень тщательно. Даже по поводу его года рождения были вопросики. Сам он в документах писал, что родился в 1878 году. Но потом эксперты выяснили, что он на самом деле был на год младше. В итоге его 125-летие отмечали два года подряд. Художник был из семи обедневших польских дворян. И, кстати, первую картину свою он написал, когда был подростком. Это был обычный пейзаж, пока без всяких вот этих вот возмутительных штучек, вроде квадратов и крестов. В 1904 году, после смерти отца, Малевич поверил в свои силы и приехал в Москву, чтобы поступить в училище живописи вояне-изучества. Но сколько бы он ни пытался, его туда так и не взяли. Но без образования Малевич не остался. Он учился в частной школе у художника Федора Рерберга. Малевич мечтал совершить революцию в искусстве. И ему удалось стать одной из ключевых фигур в авангарде. Но важно понимать, что авангардисты, они не с неба свалились. Не бывает так, что художник ни с того ни с сего решает, что лучше цветных квадратов в этой жизни ничего нет. Появление авангардного искусства, это был естественный процесс в истории искусства. И он был очень-очень постепенным. Первый шаг на этом пути сделали импрессионисты. Кажется, вот что общего между пейзажами Клода Моне или, например, зеленой полосой авангардистки Ольги Розеновой. Между ними ведь целая пропасть. Но дело в том, что именно импрессионисты первыми поменяли оптику художников. Именно они показали, что не обязательно рисовать какое-нибудь дерево буквально таким, какое оно есть. Импрессионисты вообще очень много всего тогда намешали. И свое представление о том, как они хотят изображать мир. И то, как наука объясняет преломление света. В общем, они в тот момент заявили, что художник может не просто копировать реальность. Художник может пропускать ее через себя и показывать по-новому. То есть они были первыми художниками, которые сказали, я художник и я так вижу. Следующий шаг сделали уже постимпрессионисты. Например, Ван Гог или Поль Гоген. В их искусстве была очень важна форма и цвет. И именно через эти элементы художники передавали настроение и эмоции. То есть предметы и сюжеты для них это скорее был повод для экспериментов с формой и цветом. И вот шаг за шагом художники, начиная там где-то с конца 60-х годов 19 века, к началу 20 века приходили к все больше, больше свободе. И если бы не было бы импрессионистов, которые вот первые раздвинули вот эти рамки, то и не было бы авангарда. И вот те люди, которые в итоге стали авангардистами, в самом начале пути экспериментировали по полной программе. Они чувствовали и впитывали тренды своего времени. Они искали что-то новое, что-то вот свое. Малевич, например, использовал приемы из иконописи, из лупка. Он писал картины в духе кубизма, кубофутуризма, неопримитивизма, импрессионизма, пуантилизма. Это вот такое направление, когда мазки кладут мелкими точками. А еще до саприматизма он придумал аллогизм и пробовал соединять совершенно несочетаемые вещи. Например, на одной из его картин поверх скрипки была изображена корова. С ранними работами Малевича вообще возникает путаница. Когда художник готовил в 1928 году выставку, он хотел показать весь свой путь от первых шагов в искусстве до черного квадрата. Вообще Малевич был гениальным маркетологом и он отлично понимал, как ему лучше продвигать свой бренд. И вот так получилось, что ему для этой экспозиции не хватало каких-то ранних картин. Он хотел максимально ярко подать свое искусство на этой выставке. Что он сделал? Он просто взял и написал эти картины заново. И даты поставил задним числом. И экспертам в итоге пришлось долгое время докапываться до правды. Представляете, какой предприимчивый товарищ. Он не сомневался, что за его искусством будущее. И он знал, что без вот этого продвижения не обойтись. Он придумывал разные варианты раскрутки своего имени и очень хорошо умел убеждать. Так что единомышленников он собирал очень легко и ненапряжно. Сейчас вам расскажу еще одну историю про его методы. Однажды он буквально выжил, Марко Шагал, с должности. Малевича пригласили в Витебск преподавать в училище, которым в тот момент руководил Шагал. И Малевич, будучи новым человеком в этой системе, очень быстро заработал авторитет у студентов. И склотил объединение художников, которое называлось Унавис. И он начал переманивать на свою сторону шагаловских учеников. И стоило только Шагалу ненадолго отлучиться в командировку, как над училищем появилась новая вывеска «Супрематическая академия». И когда уже последние ученики Шагал перешли в супрематизм, ему, к сожалению, пришлось уйти с поста и уехать из Витебска. Между прочим, из своего родного города. Можно к этой истории относиться по-разному. Но сейчас давайте отвлечемся от того, что Малевич просто подсидел своего коллегу, поступил по-человечески некрасиво. Сделаем акцент на другом. Для меня в этой истории вот что показательно. Ведь и Шагал, и Малевич оба были потрясающие художники. Но одного таланта оказывается недостаточно для успеха. У каждого из нас есть вот такой друг или знакомый, такой суперталантливый, но совершенно неуспешный. И карьера у него не складывается, будто вот никто не замечает его таланта и его заслуг. И мне как раз нравится искусство тем, что через знакомство с художниками и с их историями можно не просто наслаждаться картинами, архитектурой, но можно на их опыте подмечать, как нам действовать в нашей повседневной жизни. Вот Малевич отличный пример того, как получать свое. Мне очень хочется показать вам, как это работает. И для этого с командой мы придумали отличный бесплатный тренажер. И он доступен по ссылочке под этим видео. Там вас ждут лекции, аудиоподкасты и упражнения. И по ним вы не только узнаете море интересного об искусстве, но и поймете, как изучение искусства может вам помочь в вашей жизни. Например, с помощью кейса Дюрера в этом тренажере мы с вами узнаем, как чувствовать тренды в мире, как реагировать на них так, чтобы всегда оставаться на коне. По опыту Марселя Дюшана мы с вами разберемся, как креативно и нестандартно подходить к решению задач. А у Карла Брюлова мы с вами научимся, как делать из своего проекта события года. Проходите регистрацию, и мы с нашими преподавателями и искусствоведами вас очень ждем. Будет очень интересно, а самое главное полезно. Мы с вами разберемся, по какой логике развивается искусство и как на него влияет реальная жизнь. Какие приемчики используют художники, чтобы картина была, знаете, такой слезовыжимательной или наоборот радующей. А еще вы поймете, как с помощью искусства прокачивать полезные навыки на все случаи жизни. Итак, до встречи в тренажере. А сейчас мы с вами вернемся к нашему сегодняшнему герою Казимиру Малевичу. Посмотрите вот на эту милую цветочницу. Или на другую работу, которая называется «Яблони в цвету». Или на автопортреты разных лет, которые написал Малевич. Вот это все написал Малевич. Сможет ли такое повторить трехлетний малыш? Если в самом начале выпуска, когда я вам показывала квадраты и кресты, у вас было негодование, то сейчас, возможно, вы со мной согласитесь, что художник явно умел рисовать. У него все было нормально и с техникой, и со знанием истории искусства. И он экспериментировал именно как художник. Ему надо было очень многое пропустить через себя, чтобы совершить революцию в искусстве. И Малевич пришел к радикальному выводу. Передача реальности, копирование реальности – это жалкое и бесполезное занятие. Он считал, что художник должен создавать новое. Ведь художник – он же творец. А окружающий мир – он уже есть. И если его переносить на холст, это просто жалкая копия. Так что для него была задача изобрести совершенно новый, другой подход к искусству. Он хотел изобрести новое искусство, которое он назвал супрематизмом. Уже само название намекает, что круче него ничего не может быть. Главное для Малевича – это цвет и форма. Черный квадрат на белом фоне. Это не просто фигура, которую может нарисовать ребенок. Это такой символ всего и ничего сразу. Белый – это бесконечное пространство, которым есть все цвета спектра. А квадрат – это как черная дыра. Он поглощает все эти цвета. «Я преобразился в нуле форм и выловил себя из омута дряни академического искусства». Вот так вот Малевич объяснял, зачем ему нужен был этот скандальный черный квадрат. Потому что салонное искусство, академическое искусство, в его понимании, это был тупик. Ему хотелось революции, чего-то нового. Вот эту картину «Черный квадрат» впервые можно было увидеть в декабре 1915 года в Петрограде на последней футуристической выставке, которая называлась «0.10». И тогда Малевич все очень хорошо продумал, чтобы его новое искусство все точно заметили. Так вот, черный квадрат он лично вывесил ночью, чтобы никто его не увидел раньше времени. А заодно он сделал таблички, на которых от руки написал «Супрематизм живописи». Это чтобы сразу все увидели, что тут не пейзажики какие-то, а заявка на новое радикальное революционное искусство. И «Вишенка на торте» – это выбор места для картины. Малевич повесил квадрат в красный угол, ну то есть в угол экспозиции. Что обычно вешают в углу, например, в деревенской избе? Конечно же, иконы. И скандал, и громкие заголовки были просто гарантированы после такого шага. Современники Малевича были возмущены. Самую мощную критику он получил от художника и искусствоведа Александра Бенуа, очень уважаемого тогда человека. И это при том, что Бенуа для своего времени тоже был новатором, и он был против чистого реализма в искусстве. Просто для него была очень важна эстетика. А в черном квадрате он увидел, как писал сам Бенуа, мерзость запустения. Но Малевич не то чтобы расстроился из-за этой критики, он наоборот был счастлив. Для него этот гнев был как раз доказательством того, что революция удалась. После этого прорыва Малевич стал собирать вокруг себя единомышленников. Он создал целую школу, он начал писать манифесты. Это так забавно. Часто к картинам Малевича относятся как к очень странным и непонятным объектам. Но он, между прочим, позаботился о том, чтобы его поняли. Он нам оставил очень много текстов, которым есть все ключи для понимания его искусства. Если вы попробуете нарисовать точь-в-точь такой же черный квадрат, как у Малевича, у вас не получится. Художник не просто закрасил эту геометрическую фигуру черным цветом. Картина написана мазками, которые, например, использовали импрессионисты. Это мазки, которые такие очень беглые, создают движения. Они горизонтальные, вертикальные, какие-то покороче, какие-то подлиннее. Малевич вообще не аккуратничал тогда. Он не выравнивал края. Даже цвет в некоторых местах различается. Но что хочу подчеркнуть. Здесь дело вообще не в технике, а в замысле. Для Малевича это было заявление. Это был манифест. Ведь люди столетиями писали на полотнах что-то очень похожее на жизнь. Даже если это были просто сюжеты из мифологии. Все равно это была копия реальности. И Малевичу не просто нужно было научиться рисовать, освоить технику живописи. Ему пришлось перепробовать разные направления. Он буквально на кончике своей кисти понял, как художники переходили от одной эпохи к другой. И ему это было важно сделать. Потому что ему важно было от этого оттолкнуться. Ведь нельзя перечеркнуть то, чего ты не знаешь. И вот он это освоил. И понял, что все. Нужно ставить черную точку. Черный большой квадрат. Для того, чтобы начать новое искусство. Художника не стало 15 мая 1935 года после тяжелой болезни. Для прощания был изготовлен супрематический гроб сложной формы. А после того, как Малевича кремировали, его прах захоронили под любимым дубом селье Немчиновка. Вместо креста на могиле был белый куб. И вместо портрета черный квадрат. К сожалению, могила затерялась. И сейчас это место застроено. Мы, кстати, с мужем лет 15 назад хотели купить там квартиру. Потом я обрадовалась, что мы передумали. Но энтузиасты в этом месте поставили в селе новый памятник с красным квадратом. Я понимаю, почему супрематизм может поначалу раздражать и возмущать. Все вот эти геометрические фигуры кажутся нам очень далекими от искусства. И это нормально. Потому что нас необычное очень часто сначала отталкивает. И в современном искусстве, правда, вот уже недостаточно и не обязательно быть виртуозом в технике живописи, чтобы сказать свое слово. Малевичу ему важно было выразить именно идею, а не показать свое живописное мастерство. Но все-таки хочется еще как-то его защитить. Он был отличным художником в самом классическом смысле. Мы с вами увидели это на примере других работ. И это очень важно. Просто он пришел к точке, в которой достаточно было квадрата или круга. Напишите, пожалуйста, в комментариях, удалось ли мне в этом маленьком выпуске поменять ваше отношение к Малевичу. Как вы думаете, имеет ли такое искусство право на существование? Может быть, у вас даже появилось место в вашем сердце для Малевича? Поделитесь, мне очень-очень интересно почитать. С вами была Анастасия Постригай, ваш личный проводник в мир искусства. Анастасия Постригай, ваш личный проводник в мир искусства. Продолжение следует...